Россия сегодня нанесла один из самых массированных ударов по территории Украины за все время с момента начала войны. В общей сложности были использованы более сотни ракет и порядка ста ударных беспилотников. Какое-то время в течение сегодняшнего дня говорилось, что это вообще самый сильный удар, который наносил Россия по Украине. Но вот последние данные, говорят, что нет, были все-таки еще более масштабные. Но от этого, конечно, никому не легче, потому что главными целями этих ударов стали объекты энергетики, мирной энергетической инфраструктуры. В частности, били по крупнейшей ГЭС, в общем, куда только не стремились попасть, для того, чтобы каким-то образом парализовать мирную жизнь Украины. На протяжении сегодняшнего дня в разных городах газ, свет, не было воды. Ну и по-прежнему несколько человек уже погибло, и вот общее количество пострадавших уточняется. Как Украина переживает все эти события? Насколько вообще ощущаются там вот эти вот последствия удара, которые нанесла Россия? Об этом мы поговорили с экспертом Украинского института политики Никитой Тручуком. Ну, я начну с того, что это все-таки не самое масштабное. Да, действительно, одна из самых крупных. По словам президента Зеленского, это более 100 ракет и более 100 дронов, то есть, соответственно, более 200 средств воздушного поражения. Соответственно, это и дроны-камикадзе, и крылатые ракеты, и аэробаллистические ракеты, то есть максимально комбинированная атака. Тактика ее, в принципе, такая же, как и была. То есть сначала с помощью дронов идет перегрузка систем ПВО, а затем уже следует основная фаза атаки с использованием уже непосредственно ракет. Затронуло это 15 областей Украины, в общем-то. Есть, к сожалению, погибшие, есть раненые. Слава богу, не десятки там, да, людей, многие десятки, как это бывало в прошлых атаках, но, к сожалению, все-таки каждая жизнь потеряна эта трагедия и очередное военное преступление Российской Федерации. Собственно, основной целью этой атаки была энергетическая инфраструктура, однако пострадала и гражданская инфраструктура. Тоже, к примеру, в Луцке влетел шахед в жилой дом. И, насколько мне известно, погиб там гражданин Украины или гражданка, к сожалению, этого не помню. В целом, Киев более-менее живет так же, как жил. Да, у нас сегодня там уже с утра, с раннего утра начались тревоги, были сирены, потом были слышны взрывы. Причем были слышны за городом именно прилеты, а затем уже была слышна работа ПВО. Кто живет в Украине, тот поймет, что это отличается по звуку. Это легко, в принципе, можно понять. Ну, как я уже сказал, прежде всего, это была атака по энергетической инфраструктуре. Киев был, ну, значительная часть Киева была обесточена. На некоторое время сейчас, вот конкретно у меня уже появился свет, после более четырех часов его отсутствия появилась вода нормально. В некоторых районах города вообще ничего не отключали. Однако, в большинстве своем были перебои со светом, с водой. То же самое и в западных областях нашей страны, и в Одессе тоже. То есть, везде били, прежде всего, по энергетике, и везде фиксировались перебои со светом, водой и так далее. Однако, в принципе, а, кстати, я еще замечу такой интересный момент, что вот этот массивный удар по энергетике произошел как раз вот аккурат после того, как вчера у нас объявили, что сейчас у нас профицит электроэнергии, связанный с тем, что выведен из ремонта один из блоков атомной станции, и мы готовы эту энергию зарабатывать на ней, экспортировав соседние европейские страны. И вот буквально на следующий день произошел удар. Я бы не увязывал это конкретно, все-таки напрямую, потому что на подготовку удара, где более 200 средств поражения, нужен не один день. Однако, мне кажется, что в том числе и это играет. Возможно, как-то противник просчитал, что мы готовимся электроэнергию экспортировать, и, собственно, нам обрубил эту возможность на неопределенный срок. То есть, резюмируя, в принципе, эта атака прошла с точки зрения какого-то гражданской реакции относительно, ну, насколько вообще это можно, так сказать, спокойно. То есть, не было, слава богу, каких-то масштабных жертв разрушений гражданской инфраструктуры, такого вот подобного, знаете, когда в детскую больницу Ахмадед попадает, вот таких вот кричащих таких кадров. Такого не было, все-таки, прежде всего, били по инфраструктуре, что, кстати, тоже является военным преступлением, я напомню, по гражданской инфраструктуре. Однако, к сожалению, были зафиксированы и попадания в жилые дома, и гражданскую инфраструктуру тоже, и, к сожалению, были тоже и раненые, и погибшие, если я не ошибаюсь, более 20 раненых. И на данный момент, вроде как, 4-5 человек, к сожалению, погибли после этой атаки. Вот такая ситуация. Насколько сильно пострадала энергетическая инфраструктура? Говорится, что она являлась одной из главных целей этого нападения. Да, по сути, это, собственно, и было главной целью, это очевидно. Насколько пострадала, не берусь утверждать, во-первых, потому что не являюсь профильным экспертом, во-вторых, потому что все-таки эти данные чаще всего у нас не афишируются. Это очевидно, что главной целью были теплые гидроэлектростанции, то есть ТЭЦ и ГЭС, в частности под Киевом, говорят, что могла Выжгородская ГЭС пострадать из-за атаки, и что уже вроде как публикуют разрушения, ну, в кадры пожаров разрушений. То есть министр энергетики говорит, что ситуация серьезная и тяжелая, то есть это все, что нам говорят, но, соответственно, по тому, что прилеты были зафиксированы, либо прилеты, либо работа ПВО в 15 областях Украины, то есть больше половины страны, и начала, так сказать, немножко тухнуть, опять же, затухать свет тоже практически в половине регионов страны, то есть где-то он уже вернулся или возвращается, как в Киеве, где-то, как, например, в Житомире на момент записи этого видео 14.00 по Киеву 26 августа еще до сих пор нет света и воды, абсолютно весь город без этого, или практически весь город. Но мы можем сделать вывод, что все-таки довольно серьезная была атака и довольно серьезные повреждения. Я думаю, что уже ближе к вечеру или к завтрашнему дню будет известно больше, смогут оценить уже энергетики масштабы катастрофы. Не катастрофы, а масштабы, я имею в виду ударов, а катастрофы все-таки пока что не произошло, слава богу. Возможно, в вечернем обращении президент более детально об этом расскажет. То есть нам сложно судить, но учитывая масштабность ударов, масштабность количества средств поражения и то, что в 15 областях были зафиксированы либо прилеты, либо работа ПВО, либо пропадал свет, вода и так далее, или до сих пор этих благ цивилизаций нету, можно все-таки сделать вывод, что довольно-таки серьезный ущерб, по-моему, к сожалению. Как вообще ощущают себя жители столицы, жители страны? Что пишут в соцсетях, о чем говорят? Насколько вообще психологические люди устали от этих продолжающихся, к сожалению, атак? Ну, вы знаете, я считаю, что в принципе действительно и психологический момент в этой атаке тоже имел место, то есть это очередной раз Россия пытается показать, что она контролирует военную инициативу, что она способна дальше на массированные атаки, что она может таким образом подавлять волю к сопротивлению, сеять панику, создавать гуманитарный кризис, экономический урон наносить. Опять же, да, что у нас явно сорвался экспорт электроэнергии на фоне этой атаки, что могло бы принести дополнительные деньги в бюджет. То есть, однако, я бы не сказал, что на третьем году войны подобные атаки имеют какой-то серьезный психологический эффект. Да, например, тот же удар по Ахмадету имел серьезный психологический эффект, но обратно противоположный тому, который хотел бы видеть противник. То есть, это наоборот еще больше озлобляет людей. Ну, когда ты просыпаешься в понедельник утром от сирен, от взрывов, или видишь там кадры от 8 июля, когда попали в детскую больницу, ну, разве это должно склонить кого-то к желанию какого-то там мира на условиях врага или что-то такое? Я просто не совсем понимаю конкретные задачи. То есть, если таким образом хотят как-то сломить волю или посеять, знаете, миролюбивые настроения, то работает ровно наоборот. Наверное, если противник хочет мира, действовать надо несколько иначе. Поэтому я не вижу каких-то панических настроений сегодня, ничего такого я не вижу. После удара у меня были дела, я прошелся по району своего проживания в Киеве. Ходят гуляют дети, в теннис кто-то играет, кто-то там спортом на улице занимается, кто-то сидит кофе пьет, поскольку это было утро, то есть в утренних каких-то кофейнях пьет кофе. Абсолютно спокойно, нормально живет столица. Да, это трудности, это неудобства, это неприятное что-то максимально. Однако, к сожалению, как бы это страшно ни звучало, на третьем году войны это уже более-менее привычно. И в ситуациях, когда нет каких-то масштабных, слава богу, жертв, вследствие чего там объявились бы трауры или что-то такое, то в принципе город живет как живет. Мы пережили атаку, слава богу, да, какое-то время сидим без воды, без света, но в целом жизнь продолжается. И если противник хотел от этого возыметь какой-то психологический эффект, то у него, вынужден констатировать, этого не получилось абсолютно, даже наоборот. Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, сегодня прокомментировал для нас настроение в Киеве, в Украине в целом, после одной из самых масштабных ракетных и дроновых ударов, которые армия России нанесла по Украине сегодня утром. Главными целями были объекты мирной инфраструктуры, в первую очередь энергетические объекты, что призвано, по идее, вызвать, деморализовать украинских жителей. Но, как говорит наш собеседник, эксперт, это приводит ровно к обратному результату. Люди просто еще больше ожесточаются и ни в коей мере не готовы идти на те условия, которые пытается им навязать Москва. Редактор субтитров А.Семкин